Сегодня в правительстве Дагестана прошла встреча главы республики Рамазана Абдулатипова с главными редакторами республиканских средств массовой информации. Встреча главы республики с представителями СМИ проходила за круглым столом в уютной и непонужденной обстановке. Говорили об итогах прошлого года и о том, над чем еще предстоит работать в нынешнем. По словам Рамазана Абдулатипова, обращение к своим истокам и сохранению духовных ценностей является основным преимуществом нашей республики. Среда, в которой воспитывается молодежь, в дальнейшем существенно влияет на ее мировоззрение. На чувство ответственности перед родиной и своей семьей. Я очень хочу, чтобы газеты были, чтобы газеты заняли определенную часть населения, их мировоззрение, их интересы. Потому что в целом в газетах везде же главные редакторы грамотные люди. Это нормальные люди. Даже если есть своя позиция, все равно это в целом грамотные люди. Сегодня через СМИ можно не только довести информацию до людей, но и повлиять на формирование мнения у многих граждан. В особенности у подрастающего поколения, подчеркнул глава Дагестана. И на вопрос, что сделано, приводит в пример Куракский район, где недавно он побывал с рабочей поездкой. Первый. Мы открыли самую крупную спортивную школу, школу-интернат в селении Икра, Куракского района. Значит, туда приезжают дети со всего Южного Дагестана. Это школа. Второе. Мы посадили сад около этой школы. Потому что я отсюда посылал министра образования, министра сельского хозяйства, для того, чтобы там эти вопросы решались. Мы построили в Кураке многофункциональный центр, который может все услуги, люди могут решать. И сейчас мы офисы дополнительные делаем по дальним селам Куракского района. Значит, мы помогли больнице там с оборудованием в Куракском районе. Мы помогли школам с оборудованием и так далее. На встрече обсудили ряд вопросов. Проблемы градостроительства и сельского хозяйства озвучивались аспекты молодежной политики, вопросы духовного и культурного развития молодежи, а также социальные проблемы. Главной темой обсуждения стало послание главы республики Народному собранию. Руководитель телекомпании ННТ Магомед Магомедов выделил прозвучавший в послании тезис о том, что в республике удалось обеспечить безопасность граждан. Отметив большую заслугу главы Дагестана в том, что уже два года здесь не регистрировались террористические акты. В то же время Магомед Магомедов спросил, как в регионе организована работа по изучению причин радикализации молодежи и как с этим бороться. Одна из главных проблем – это ослабление власти, и когда власть начала заниматься своими делами и выбросила вообще население, то есть не стала заниматься этим. И следующее – то, что наши школы и вузы начали проигрывать разного рода экстремистским организациям. Дело в том, что в современном мире идет величайшая борьба с исламом. Потому что Запад и христианское сообщество побаивается ислама, возрождение ислама и усиление ислама. Магомед Магомедов рассказал, что ряд проектов телеканала, направленных на сохранение традиций и обычаев народов Дагестана, не удалось реализовать по причине нехватки финансов. В свою очередь глава Дагестана похвалил телеканал ННТ за проводимую работу и попросил разработать совместную программу по ряду проектов с Министерством печати и информации республики, а также выразил готовность оказать финансовую поддержку каналу. В заключении встречи Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что, несмотря на различия во мнениях, которые могут быть у присутствующих, общим для всех началом остается единый Дагестан – одно государство. Курбан Рагимов, Рашид Гаджиев, Новости 24, Махачкала.